Сегодня мы встречаемся с Елизаветой Саморуковой, Елизавета иммиграционный адвокат, ее практика по помощи людям, которые ищут возможность получить грин-карты, получить статус резидента Соединенных Штатов, началась в 2008 году. И с тех пор через ее руки, через ее офис прошли сотни, больше тысячи клиентов уже, которые успешно завершили этот процесс. И Елизавета любезно согласилась ответить на несколько вопросов, связанных с визой L1, с визой, которая потенциально может привести к получению грин-карта. Здравствуйте, Елизавета. Здравствуйте. Добрый день. Первый вопрос, который обычно интересует наших клиентов, это, вот они знают, что виза EB-5, она обычно сопряжена с тем, что надо предоставлять обширный набор документов, подтверждающих происхождение денег инвестора. Какова практика рассмотрения дел для аппликантов, для просителей визы L1? Для L1 визы, на самом деле, непринципиально, откуда появились деньги, откуда они произошли. То есть, человек их может привезти в чемодане, он их может привезти через офшоры завезти в Америку, может из бизнеса вывезти деньги, может дядя подарить эти деньги. То есть, здесь непринципиально, откуда деньги взялись. Обычно вопросов эмиграция не задает. То есть, это сильно упрощает ситуацию. Совершенно верно. Да, отлично. Еще один вопрос, с которым чаще всего мы сталкиваемся в момент, когда мы подбираем бизнес, это требования по количеству сотрудников. Сколько компания, американская компания должна иметь сотрудников, американская и российская компания по отдельности, сколько они должны иметь сотрудников? Учитывая, что L-виза, она подразумевает, что человек едет из своей страны, где он является руководителем в какой-то компании, и едет в Америку тоже руководить каким-то бизнесом и руководить персоналом, то нужно показать, соответственно, количество сотрудников, которыми он руководит. То есть, в данном случае на практике показывают, если у вас в вашей стране менее чем 5 сотрудников, то это будут проблемы. То есть, эмиграция может не поверить. 5 и больше, чем больше, тем лучше, но минимум 5, чтобы руководить какими-то менеджерами, какими-то сотрудниками под менеджером. То есть, нужно выстроить определенную таблицу, которая будет показана именно как идет руководство. В Америке то же самое. Мы даже не подаем на L-визу, если нет хотя бы 5 сотрудников в американском бизнесе, в котором этот человек будет руководить персоналом. Для грин-карты, чтобы подать на грин-карту, минимальное, что мы видим, работает, это 8 сотрудников. Но опять же, чем больше, тем лучше. И это не могут быть сотрудники обычные, которые просто продавцы обычные, официанты. Это помимо официантов и продавцов и других технических сотрудников, должны быть люди с образованием менеджеров, с каким-то финансом и так далее. То есть, с высшим образованием, то есть, профессионалы и специалисты, которым наш переводящийся сотрудник будет руководить. То есть, иными словами, компания должна иметь многоуровневый менеджмент. Всешеверно. Есть человек, который подает на L1 или на грин-карты, под ним слой менеджеров и под ним еще какие-то подчиненные. Правильно. Может быть, тоже менеджеры, да? Да. И что касается компаний, которые иностранные по отношению к американской, российской, украинской, там сколько сотрудников должно быть? Ну, там тоже не меньше пяти в групповодстве. То есть, надо доказать, что эта компания, что он был там менеджером и что компания будет продолжать работать после его отхода. Мы, как обычно говорим, то есть, если человек, которого переводят, он был генеральным директором, под ним были определенные менеджеры, под менеджерами были другие сотрудники. Или он управлял функцией какой-то, то есть, наш человек, которого переводят по LVZ, он управлял сотрудниками, которые управляли целой департментом, целой функцией компании. То есть, отделом продаж или отделом международного бизнеса или еще что-то. То есть, мы должны показать, что наш руководитель, он не просто там парой сотрудников руководит, он руководит специалистами, профессионалами и компанией в целом. То есть, он стратегии создает, это его основные обязанности. Да, ясно. Для того, чтобы купить бизнес, если человек находится за пределами США, вот он сказал, я еду для того, чтобы покупать бизнес, какого рода визу ему надо получать? Ну, вообще, если конкретно человек едет бизнес покупать, то нужно, конечно, B1. То есть, он когда говорит на интервью, на вопрос отвечает, какой тип визы, это, конечно, B1, он едет смотреть, приобретать бизнес. Но на сегодняшний день, учитывая обстоятельства получения виз, B1, B2 обычно дают, то есть, человек получает, как турист, самую визу первоначально, но при въезде он может конкретно сказать, допустим, я еду смотреть бизнес. Но тоже не принципиально, он может приехать просто, как турист, тут бизнес найти, уже потом решить свои проблемы с приобретением бизнеса. Если он въехал в страну по туристической визе, то есть, первая часть ответа, это то, что для покупки бизнеса не нужна специальная виза. Правильно. Второе, это сценарий такой, что человек въезжает в страну, при пересечении границы его спрашивает цель вашего приезда. Если он при пересечении границы сказал, что я еду как турист, и через два дня после этого закрывает сделку по покупке бизнеса. Не очень красиво смотрится, поэтому если человек едет как турист, то он может смотреть на бизнес, он может на пляже загорать, делать все, что ему нравится, но покупать бизнес ему желательно спустя пару месяцев после въезда. Или сказать, что он покупает бизнес. Или на границе, если человек въезжает, и он знает заранее, он будет смотреть бизнес, тогда он может сказать, я еду смотреть, приобретать бизнес. Единственное, с чем человек должен опасаться, что если по туристическому въезду ему поставят 6 месяцев, скорее всего, то при въезде в Америку для покупки бизнеса могут поставить всего лишь на 1 месяц въезд, допустим, или 2. Если человек въехал на территорию США по туристической, скажем, визе, и приобрел бизнес, и начал процесс получения визы L1, надо ли ему выезжать за пределы США для того, чтобы получить визу и поменять статус? Будет зависеть, обычно зависит от человека, какие у него планы. То есть у нас есть один вариант, это сделать консульский процесс, то есть человек оформляет документы здесь, но выезжает и получает саму визу в консульстве своей страны. И другой вариант, он может подать здесь, не выезжая. То есть он ждет здесь 2-3 месяца, приобретает бизнес, собирает документы, и когда прошли эти 3 месяца, он может подать на изменение статусу на L1, и тогда ему выезжать не надо. То есть все, что ему положено, или год для нового бизнеса, или 3 для существующего бизнеса, он может поменять этот статус и получить его здесь безвыездно. Но для тех, кому нужно туда-сюда выезжать постоянно, конечно, этот вариант не подходит, если они с ним могут просветить какое-то долгое время. Им тогда необходимо здесь документы подать здесь, даже если они здесь не находятся, адвокат может все это сделать для них. И они выезжают из своей страны, когда все одобрено здесь, везут документы туда, или мы пересылаем, и человек идет в посольство и получает успешную визу в самом посольстве. Представим такую ситуацию, что человек, который соответствует требованиям L1, то есть он является сотрудником зарубежной компании, которая открыла филиал здесь, он может быть купил дистанционно, не приезжая в США эту компанию, и предположим у него в багаже есть отказ в туристической визе, может ли он при этом подать на рабочую визу L1? То есть если он на данный момент не имеет никакой визы вообще? Нет никакой визы, да. У него есть работодатель, который говорит, что я планирую вас перевезти в свой американский филиал. И у него в паспорте стоит отказ в туристической визе. У нас просто были на практике случаи, где людям отказывали в туристических визах, потому что туристическая виза, там одно из необходимых доказательств, это доказать связь с родиной, и что человек не уедет, не эмигрирует в Америку. То есть это большой минус, да, какие-то намерения переехать. Поэтому если отказ по турвизе, если подавать на L и говорить, что человек едет сюда, чтобы заниматься бизнесом, L-виза имеет два намерения. То есть одно как турист, ну и как турист, а как просто по работе временной. А второе намерение это потенциально эмигрировать. И это как бы никак не наказуемо в посольстве. Просто опять же, если человек подходит по всем требованиям, то есть не просто ему работодатель предложил, но это отдельный разговор. Но если человек подходит по всем требованиям по L-визе, и он работал у работодателя в своей стране, и теперь он переезжает в Америку, чтобы в филиал для работы, то ему шансы получить L намного больше, чем получить туристическую заново, которой уже отказали. Ну то есть резюме такое, что отказ в туристической визе не должен разочаровать человека, и он может попробовать двигаться по пути L-1, и шансы его будут увеличить. Совершенно верно, да. Отлично. Есть ли у эмиграции какие-нибудь предпочтительные виды бизнесов, по которым они более охотно выдают визу L-1? У нас нет как такового списка предпочтительных бизнесов. Я могу сказать, что видим те бизнесы, по которым не выдают, а это обычное строительство или ремонт домов без каких-то дополнительных услуг, или, допустим, бизнес, где не требуется высококвалифицированный профессионал, то есть не нужны какие-то люди с высшим образованием, то есть это водители обычные, больше ничего не требуется. То есть таких нет. Но на самом деле, если нужны, не знаю, больше идей по поводу самих бизнесов, это лучше к брокеру обратиться, к нашему Florida Buy & Sell, которые имеют опыт работы с эмиграционными делами, и у них конкретно есть опыт нахождения тех бизнесов, которые потом подходят под ГИН-карту. Хорошо. Есть два сценария, то есть сценарий новый офис и сценарий not so new office. И когда мы говорим о конечной цели, то есть получении грин-кард, какие преимущества, какие недостатки у каждого из этих сценариев в плане достижения конечной цели? Ну окей. То есть у нас с одной стороны виза на один год, это при открытии бизнеса с нуля, с другой стороны у нас приобретение бизнеса готового, на который виза дается сразу на три года. То есть плюс и минусы. В случае визы на один год, то есть бизнес это самый экономный путь, да, вы открываете компанию, вам не нужно покупать бизнес за сотни тысяч долларов, вы просто открываете компанию, банк, офис снимаете в аренду, в принципе и все, что вам требуется. Но виза на один год. При этом вы должны развить этот бизнес до пяти работников за год в штате, взять этих работников, и тогда вам только смогут дать продление. То есть нулевый бизнес, вы должны его развить, через год вы должны подать на продление, дай бог этот бизнес развит и вам продление дадут. То есть это вот как работает с одним годом. С точки зрения бизнеса, который готовый уже, как работает, вы приобретаете бизнес готовый, который уже генерирует определенную прибыль, определенные доходы, обороты, там уже сотрудники работают, вам не нужно его с нуля развивать, он уже готовый, самоокупаемый как минимум, прибыльный, вы получаете визу сразу на три года. То есть вот разница, да. Дальше, самая большая разница это в подаче на генкарту. В случае визы на год, она дается на год, бизнес развить нужно, донанимать этих, нанять пять работников, потом продлить, дай бог, потом донанимать еще работников, чтобы бизнес проработал год, показал прибыль, показал как минимум восемь сотрудников, которые же в штате работают на протяжении там двенадцати месяцев, все эти работники. И только тогда вы можете подать на генкарту, когда в случае готового бизнеса, я извиняюсь, быстро так рассказываю, когда в случае готового бизнеса, вы должны показать всего лишь, что бизнес уже самоокупаемый, слегка прибыльный, что у него есть обороты, есть движение по счетам, работники работают в штате уже больше года, все эти восемь работников, и вы как только получаете L-визу, вы можете практически сразу, если документы готовы уже, в течение месяца-двух уже подавать на генкарту. И если в случае в первом вам нужно развивать бизнес и вкладывать в него там порядком двадцать-тридцать тысяч в месяц, в зависимости от того, чем вы занимаетесь, то в случае готового бизнеса уже эти деньги там были вложены, уже эти работники работают, и вам просто нужно доказать, что вы квалифицированный работник для генкарты. То есть генкарта намного быстрее в случае бизнеса готового и развитого уже, буквально за полтора года можно получить генкарту. Ну и плюс меньше риски того, что человек не справится с развитием бизнеса и цель вообще не будет достигнута. Совершенно верно, Николай. Что касается прибыльности, слегка прибыльной, есть какие-нибудь числительные, которые мы могли бы поделиться? Прибыльность слегка, скажем так, прибыльность должна, годовая, годовая прибыльность компании должна покрывать хотя бы один год зарплаты нашего сотрудника, которого мы оформляем на генкарту. То есть обычно сколько зарабатывает в Америке генеральный директор? 50, 60, 70, ну вот сколько вы говорите он зарабатывать будет, нам нужно хотя бы покрыть один год, чтобы получить генкарту. Оттуда циферки у нас эти, 50 и больше. А, от 50 тысяч прибыль должна составлять. То есть если вот эта компания, которую человек сам создал к концу года, она не показывает 50 тысяч прибыли, то возможно... Генкарта не светит. Да. И сроки существования компаний, то есть к моменту подачи на генкарты, сколько американская, российская или зарубежная по отношению к американской компании должны существовать? Обе компании должны существовать не меньше года. Причем существование это не имеется ввиду открытая номинальная компания. Существование компаний подразумевается активная деятельность. Это налоги оплачивались, да, как минимум год, это счета в банке как минимум год, это сотрудники на зарплату в штате работали минимум год, это какие-то движения по продукции, там они, чем бы эта компания ни занималась. То есть нужно показать активную деятельность, как за рубежом, так и в Америке, минимум 12 месяцев. А вы отправляете в эмиграцию банковские выписки, да, за период этот, который подтверждает? По Америке, да, по зарубежной компании, зависит от страны. Мы, если что, можем подобрать документ, который подойдет, не всегда мы отправляем выписки именно непосредственно. Ну, по американской компании точно, да, то есть не получится так, что человек зарегистрировал компанию и через год только первые его клиенты там получил. Банковские счета обязательно. В течение года там должны происходить существенные обороты. Ну, пожалуй, что все. Елизавета, как всегда, была очень приятная и познавательная. Спасибо вам большое. Я надеюсь, что еще много людей примут единственное правильное решение в своей жизни, с кем из профессионалов им работать. Спасибо большое. Спасибо, Николай, за помощь. За интервью. Спасибо.